30 наград, 10 медалей и несчётное количество спасённых жизней за 15 лет службы на благо Одинцовского округа. Начальник аварийно-спасательного формирования Иван Арчаков стоял у истоков организации спасательной службы в муниципалитете. С 2008 года начал трудиться на благо Одинцовского, тогда ещё муниципального района, сейчас городского округа. Первая работа моя была здесь, это в Одинцовском территориальном управлении силами и средствами государственного учреждения МОСОБУЛПОШСПАС, то есть это Московская областная противопожарно-спасательная служба. Вступил на должность начальника караула в пожарную часть. О профессии пожарного Иван задумывался ещё в детстве, когда приезжал на летние каникулы в деревню. В детстве, по крайней мере, в деревне, когда выезжали к бабушке, у нас там буквально в 200 метрах от дома была пожарная часть. Мы постоянно смотрели, как ребята выезжают, где вот много лесов, поэтому в летний период, когда как раз туда приезжали, было очень много лесных пожаров и видели их практически каждый день. Может, то впечатление повлияло. В пожарной части Ивана особо отметил начальник управления и пригласил стать его помощником. В управлении я проработал 6 лет до 2014 года, после чего захотелось обратно боевой работы и перевёлся обратно в пожарную часть в Ново-Ивановское. Я поступил опять на должность начальника караула и продолжил трудиться уже именно на земле, выезжать на ЧАЭС, на пожары, по боевым выездам, спасать людей. Именно спасение людей стало главным для Ивана. Поэтому помимо основной деятельности он регулярно выступал и добровольцем в поисковом отряде «Лиза-Алерт». Сейчас на это времени остаётся мало, но поиском людей он продолжает заниматься по долгу службы. Когда в 2014 году, тогда ещё в Одинцовском муниципальном районе, создавали единую диспетчерскую службу, Ивану предложили должность начальника смены. Также оказывать помощь гражданам в тех же самых чрезвычайных ситуациях, но только дистанционно, по телефону. Я на эту должность согласился, но не мог бросить противопожарно-спасательную службу, поэтому остался и там. И вот шесть лет я проработал на двух работах через сутки. Тут сутки трое было, там сутки трое. Добой приходил только высыпаться. Спустя шесть лет в округе приняли решение создать аварийно-спасательное формирование на базе единой диспетчерской службы. Так у спасателей появилась возможность выезжать на вызовы, помогать экстренным службам при чрезвычайных происшествиях. Мне предложили его сначала создать, впоследствии возглавить. Это был прям шанс начать организовывать спасательную службу в округе с нуля. С пожарной службы пришлось уйти. Все силы и время уходили на реализацию нового проекта. Когда в 2020 году она создалась, я был первым, кто был принят туда на работу и начал набирать штат, начал набирать личный состав. Два года мы выходили на рубеж аттестации, чтобы стать профессиональным аварийно-спасательным формированием. Вот спустя два года, даже чуть меньше, год 11 месяцев, мы официально в области Московской областной комиссии аттестовались. Теперь мы в боевое подразделение. До аттестации спасатели могли лишь помогать экстренным службам. С момента получения лицензии стали самостоятельно выезжать на вызовы. Впервые Ивана наградили в 2010 году. Это были две грамоты, что мне было очень приятно. Это был непростой год, год лесных пожаров. Они были и на территории Родинцовского тогда муниципального района, пусть небольшие. И, конечно же, были командировки в помощь другим муниципальным образованиям. Меня тогда отметил глава Родинцовского муниципального района. И, что очень приятно, первый раз меня отметил министр Сергей Кожгетшойгу. В 2010 году наградил грамотой. Впоследствии было много наград, грамот, медалей. Знак «Лучший работник пожарной охраны» и медаль за пропаганду спасательного дела от министра. Администрации городского поселения Ново-Ивановское были подарены часы. Именно здесь он проработал большую часть времени. Вот уже 15 лет он ни разу не уходил из профессии. И все годы трудился на территории Одинцовского округа. Это даже как неработа, что ли. Это образ жизни, стиль уже такой жизни, из которого жить просто невозможно. Уже не представляю себя ни на какой другой профессии. Ольга Дмитриева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.